ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ДРОНОВАНОМ, ДРОНОЛЮБОМ, ДРОНОФАНОМ И ДРОНОВОДОМ ЖАК 36 градусов в тени И это еще не предел, учитывая, что сейчас Без 25,11 Скорее всего, будет все 38 Я, с вашего позволения, пивка попью Чтобы не раздражать YouTube, Google и всех остальных Это не реклама, это просто утоление жажды Сегодня я хочу пофилософствовать на тему модернизации квадрокоптера А именно, БАИНТОЙС X16 Вот он, БАИНТОЙС X16 Без подвеса, с родными, со штатными винтами Хорошо И, если здесь нет камер, если нет подвеса Если камера не управляется, это просто игрушка Просто игрушка А как из него сделать дрон Хороший дрон Для съемки, для видеосъемки Именно для видеосъемки Можно, конечно, и фото поставить сюда Штатную камеру Или камеру от 7x8 Которая может подключаться через разъем Но это совсем не то Это не тот уровень А именно, чтобы камера была на подвесе Чтобы дрон летал высоко, далеко И хорошо снимал Качественно снимал И снимал в 4К Full HD В HD То есть 30 кадров 60 кадров 120 кадров Ну, это уже будет зависеть от камеры Вот, как его модернизировать Ну, и кроме того Один аккумулятор Его Ну, его просто При пустом Этом квадрокоптере Хватает На 15 Штатного аккумулятора Ну, где-то максимум на 15-16 минут Если же вы сюда подвесите Подвес Подвес Вот, с камерой Экин Та же камера Экин То он у вас уже будет Питать Ну, порядка 10 минут А если вы Еще поставите сюда Ну, и ФПВ Как вы видите, здесь уже Курсовая камера ФПВ И еще и передатчик Вот он Передатчик здесь Еще и передатчик Вы сюда поставите Вот такой На 600 милливатт То он у вас будет летать Ну, 5 минут Ладно, хорошо Не будем его Оставлять 5 минут Он у вас, да Пролетит И все Ну, что-то можно будет за 5 минут снять, конечно Но далеко он не улетит Потому что особенность этого дрона Такова Что как-то он разряжается До 60-70% Не он, вернее, аккумулятор Вот этот Разряжается То вы его никакой силы И уже не заставите Отлететь дальше 25 метров От точки взлета И подняться выше 25 Ну, максимум 30 метров Да какой там 30 Вру 10 метров, скорее всего Даже не будет Метров 5-6 Он будет висеть над вами И максимум Куда В какое расстояние Отлетит Это вот 20-25 метров Все Вы его тут Хоть мухобойкой гоняйте Хоть шваброй Хоть электровеником Чем угодно Он будет Отлетать Прилетать Отлетать Как на резинке Вы его отогнали Он опять вернулся Вы его отогнали Он снова вернулся Так что Вот в этом Основной недостаток И Если его модернизировать Получится Очень даже Неплохая Штука Неплохая машина А что для этого Надо сделать Ну Во-первых Естественно Надо Купить недорогой подвес Вот как этот Суперлегкий подвес 98 грамм Можно и потяжелее Потому что Он Тянет И полкило Поднимает И 700 грамм Поднимает И летает С этим Совсем Навесным оборудованием Не то что Не то что Сима Их с 8 Вот допустим Вот это вот Сима Вот Сима Вы видите Их с 8 Их с 8 Хорошая машинка Да Недостатки Коллекторные Двигатели Тянут Что-то Тянут Но Больше 200 грамм Уже Не тянут Вот этот Подвес С камеры Он тянет Летает Нормально Летает Снимает Ну Опять же Опять же Аккумулятор Надолго Не хватает Нужен Дополнительный Аккумулятор В этой Симе В этой Симе Стоит Дополнительный Аккумулятор Для Питания Подвеса И для Питания Передатчика Опять же Передатчика На 600 Милливатт Вот Видите Здесь Выводы Соответствующие Есть Здесь Есть Пищалка Вот она Пищалочка Здесь Пищалка Просто Жизненно Необходима В отличие От Их 16 Пищалка Здесь Не нужна Он Прилетит Потеряет Сигнал Вернется Сайт Аккумулятор Вернется Главное Чтобы ничего Не сломалось Если Что-то Сломается В воздухе Это Тогда Будет Контракт А этому Нужна Пищалка Потому что У него Нет GPS Он Не возвращается К месту Взлета Он Не возвращается К пульту Он Улетит Тем более Что у него Есть режим Дальнолета Который Уставляется На пульте Он Не Афишируется Но Если Вы Уставляете На пульте Режим Дальнолета Он У вас Будет Лететь В одну Сторон Пока Аккумулятор Не сядет Сел Аккумулятор И все И он Тогда Упал А если Режим Ограничения Дальности Полета То Где-то 80 Метров Он По идее Должен Будет Упасть При Потере Сигнала Вот В режиме Дальнолета Он Летит Пока Не сядет Аккумулятор Здесь У меня Стоит Дополнительный Аккумулятор Для питания Приемника Для питания Подвеса На Двухбаночный Аккумулятор На 600 Миллиампер Часов Он Здесь Хорошо Ставится Под крышкой Не мешает Ничему И его Вполне Хватает Для того Чтобы Кормить И Передатчик ФПВ И Камеру ФПВ И Подвес Учитывая Что Подвес Может Работать И От Пяти С Половиной Вольт Вполне Нормально Но Правда Передатчик Он Уже При Семи И Двух Он Уже Тухнет Даже Семь И четыре Для него Это Критический Сигнал Уже Такой Пропадающий Поэтому Желательно Дополнительный Аккумулятор К Семь Ну Мы Сейчас Не о Семь Говорим Мы Говорим О Бэнг То есть И Шестнадцатый Вы Видите Здесь Штатные Винты Штатные Винты Ну И Сразу Вам Покажу Не штатные Тоже Для питания Подвеса Дополнительный Аккумулятор Можно Купить Аккумулятор Ну У кого Есть 15 20 Долларов Лишних Можно Купить А Можно Использовать Старые Аккумуляторы 18650 От Компьютерных Батарей Вот у меня Здесь Аккумуляторы На 3.7 Объединены Общую Батарею Двубаночную Батарею Объемом 2.4 Ампер часа Или 2400 мАч Этого Хватает На несколько Полетов Питания Передатчика Тоже в режиме 600 мВт Ну Здесь Этот Передатчик Он имеет 3 режима Но я Пользуюсь Только одним 600 мВт Вот этот Дополнительный Аккумулятор Он кормит И подвес И Камеру Крусовую И Передатчик ППВ Как крепить Подвес Можно Через Вот Такую Ерунду Которая Идет Ну От Механического Так Довольно Подвеса Гасящую Вибрацию Сима Х8 Вот Такая Вот Панелька Я Сейчас Просто Не взял Не покажу Вам Подвес Он Не штатный Он просто Дополнительно Продается Иногда Он идет И в комплекте У некоторых Поставщиков Вот Эта Панелька Хорошо Садится Сюда Вот Эти Вставляются В нижнюю Плату И Просто На Просто Можно Крепить Вот Вставляя Раз Защелкиваете И У вас Подвес Здесь Ну Я Пользовался Этим Вариантом Долго Долго Пользовался Удобно Нормально Работает Все Без проблем Но Один Недостаток Постоянно В кадр Попадают Винты И ноги Камера Захватывает Так как Камера Широкоугольная Захватывает И ноги И винты Но это Не всегда Приятно Не всегда Особенно Если Вы снимаете Кадр Не Демонстрируете Полет Своего дрона Какой-то Сюжетный И монтируете Вам необходимо Чистый кадр Без винтов Без винтов И без Ног Это Не совсем Удобно Я Увидел Как один Англичанин Дел Полозья Такие Ставил На Свой Трон И Устанавливал Дополнительный Аккумулятор Ставил Причем Такой Тяжелый Хороший Аккумулятор На Ампер Часов И Выносил Подвес Вперед Вместе с Камерой Тем Самым Обеспечивал Чистую Картинку Я Решил Пойти По Его Пути Вот Вы Видите На этом Подвесе Две Металлические Пластины Из Алюминия Из детского Из детского Конструктора Советских Времен Я этот Конструктор Покупал Своим Детям Еще Наверное Где-то В 80-х Годах Прошлого Столетия На даче На сердаке Валялись Эти Разбросанные Конструкторы В коробке Я Нашел Две Такие Пластинки Они Очень Легкие Вообще Практически Ничные Прикрепил К верхней Панели Досового Подвеса И затем Сделав Четыре Отверстия Закрепил На Брюхе Дрона Ну Сейчас Покажу На примере Другого Дрона Не буду Сейчас Все Это Крепить Вот Что Получилось Вот Подвес Вот Видите Подвес Закреплен Но Я же Решил Увеличить Объем Батареи А для того Чтобы увеличить Объем Батареи Мне нужна Была Еще Дополнительная Батарея Правильно То есть Здесь уже Есть Одна Дополнительная Батарея Для того Чтобы Кормить Камеру Ну То есть Передатчик Подвес И Курсовую Камеру Курсовую Камеру Я Пошел Таким Путем Твердочку Продемонстрирую Взял Еще Из этого Конструктора Одну Пластинку Ланочку На 9 Отверстий Просерлил Еще Две Дополнительных Дырочки Сейчас Мы тут Еще Освободим Две Дырочки Так Вот Вставляем Наш Аккумулятор Сюда Сюда Оставляем Аккумулятор Одной Ну Принцип Понятен Да Я не буду Сейчас Здесь Все Все Крепить Не буду Переходи Сделал Вот Такой Переходник Соединил Эти аккумуляторы Параллельно И подключил Бортовой То есть Этот один Аккумулятор У меня Находится Внутри Давайте Сразу Я его Поставлю Этот аккумулятор У меня Внутри Этот У меня Снаружи Я его Вставляю Немножко Тудовато Так Вставляю Этот У меня Прижимает Аккумулятор Маленький И Таким образом Закрывает Отверстие Внутренний Аккумулятор Уже Не выпадет Через Переходник Аккумуляторы Соединяются И Получается У меня Аккумулятор Ну Если Со штатными Аккумуляторами Которые Идут В комплекте Два Таких Аккумулятора У меня Это Получается На 4 400 МАч А если С аккумуляторами Вот Которые Сейчас Здесь Это У нас Купленные Но Я сомневаюсь Что Здесь 2500 МАч Потому Что Летает С этими Аккумуляторами Дрон Ну Где-то Ну Не в Два Раза На Треть Меньше Чем С Аккумуляторами Штатными На 2 На 2 200 МАч На 2 200 МАч Поэтому Эти Аккумуляторы Я Не рекомендую Вам Покупать Есть Лучше Посмотрите Там По Отзывам Если Кто-то Хочет Купить Нормальные Аккумуляторы На 2500 Вот Есть Аккумуляторы Которые Хорошо Летают И Летают И По 12 И По 14 Минут С Нагрузкой Ну Этот Сразу Скажу Этот Аккумулятор Летает У Меня Вот В Такой Вот Комплект С Такой Вот Камерой Такой Два Аккумулятора Один Основной Один Дополнительный Дополнительный Подвес Приемник То есть Передатчик Камера Значит Он летает С этим Аккумулятором Ну Бывает До 9 Минут Значит С Таким Вот На 2200 Летает 10 11 То есть Это 10 Минут Это Позволяет Нормально Снимать Видео Вот Это По Аккумуляторам По Аккумуляторам И Дополнительному Крепежу Дополнительному Крепежу Вот Это По Модернизации Системы Подвеса И Аккумулятора Но Сам Подвес Когда Просто Он Висит И Вы Снимаете Это Не Совсем Интересно Понимаете Это Первоначальный Этап Подвес Да Стабилизируется Кадр Стабилизируется Съемка Но В полете Вы Не можете Изменить Угол Наклона Камеры И Только Вот Тот Который Угол Вы Задали При Старте Он У вас И Будет И Вы Будете Снимать Или Точку Внизу Или Точку В горизонте Все Время То есть Нет Маневра У вас Поэтому Надо Что Надо Сделать Управление Подвесом Через Пульт Управления Правильно А что Для этого А для этого Нужна Вот Такая Махонькая Вот Такая Вот Штучка Называется Она Ардуино Промини И Стоит Она Копейки Относительно Копейки Значит Она Стоит Вот Если На Алиэкспресс Его Брать Где-то Там От 70 Центов Даже Если 54 Цента Ну По Разному То То есть Вещь Недорогая Но Нужная Я Не Буду Рассказывать Как Она Прошивается Как Программируется Как Подключается Это Тема Совсем Другого Видео Поэтому Но Могу показать Продемонстрировать Как С помощью Этой штуки Регулируется Ну И естественно Могу показать Что Когда Она Устанавливается Вовнутрь И для Того Чтобы Удобно Было Менять Режимы Работы То есть Если Режим Работы Один Режим Два То есть При режиме Один Камера Сразу Меняет У меня Так Прошито Меняет Угол На 90 Градусов И То есть Из Горизонтального Съемки В горизонте Она Снимает Сразу Съемка Идет Вертикальная То есть Вертикально Вниз И Особенно Когда Вы Поднимаете Дрон Идет Съемка Точки Взлета А потом Переводится Плавно Переводится В горизонтальное Положение Это Один Режим Второй Режим Когда Она Идет Пошагов Несколько Шагов Я Не Помню У меня Кажется Шаги В 10 Градусов Шаг По 10 Градусов Она Меняет Угол Наклона И Таким Образом Она Переходит Или 15 Ну Не Помню Точно Значит Из Горизонтального Положения Постепенно То есть За каждым Шагом Фиксирующимся Доходит До Вертикального Положения На 90 Градусов И Точно Так же Она Возвращается Плавно Во втором Режиме Вот Чтобы Менять Эти Режимы Было Удобно Никакими Штыки Равитом И прочим Ничего Не пользуюсь Ни пинами Ну Я Дырочку И Поставил Такой Переключатель И Меняю Раз Его Можно Менять Этот Режим Уже Даже При Работающем Ну Относительно Работающем Квадрокоптере То есть Когда Магнитный Компас Корректируем Все Он Уже Даже Сделал Один Полетом Или Полтора Полета Два Полета И Опустился Вы Его Не Выключая Меняете Режим Работы Практически Не Надо Его Выключать Полностью Вот Это Вот